Друзья, на часах 15.35, я думаю, мы будем начинать. Всех желающих, Виктория к нам пустит чуть позже. И, конечно, передаю слово сегодняшнему нашему лектору Александру Сергеевичу Голикову, который всегда поддерживает наши такие инициативы. И, Александр Сергеевич, как нас слышно? Меня как слышно? Отлично слышно. Надеюсь, что меня тоже хорошо слышно. Если нет, то виновен в этом наш университет, на Wi-Fi которого я сижу. Мои руки чисты, как говорил Понтий Пилат. Мы можем начать, Катарина Юрьевна? Да, да, Александр Сергеевич, мы можем начинать. Я вам передаю слово. Мы полностью во внимании. Надеюсь, что все-таки не полностью слишком большой ресурс доверия, когда тебе уделяется полностью вниманием. Добрый вечер, коллеги. Я рад видеть всех на связи. У нас здесь сейчас около 30 человек. Я рад видеть как молодых коллег, так и тех людей, с которыми я знаком уже годами, а с некоторыми и десятилетиями. Очень приятно, что, несмотря даже на такой стаж знакомства, тебя считают возможным, а местами даже необходимым послушать о чем-то. Хотя, может быть, виноват сам предмет нашего сегодняшнего разговора. Я такого тоже не исключаю. Вы все видели название нашего сегодняшнего разговора. И у меня первый вопрос. Признайтесь честно, кто загуглил по-атинскому часть названия? Кто выяснил, что это такое? Тут Николаев в аудитории. Я подумал, куда? Это морская свинка. А тебе скажите, почему? Может, вы сразу скажете, почему? И мы на это захочем зайдемся? Потому что это что-то, что имеет связь со свинкой, но совершенно формальную, то есть это что-то такое, совершенно формально связанное, но существующее. Близко. Очень близко. Хорошо. Дальше не буду тянуть, потому что Михаил, не зная этой шутки, вытащил почти что ее на 100% в одиночку. Есть очень известная шутка о социал-демократах, конкретно украинских социал-демократах, что они имеют отношение к социализму и демократии, как морские свинки имеют отношение к морю и к свингам. В этом смысле они очень похожи на морских свинок. Так вот, сегодня мы будем говорить даже не о морской свинке. К сожалению, латынь не позволяет нам имя существительное четвертого склонения в именительном падеже склонять даже несмотря на множественное число. Там, на самом деле, стоят морские свинки. Вот это окончание УС, оно характерно для четвертого склонения даже во множественном числе. Так вот, морские свинки современного мархизма. Переводится это название. И, как вы поняли, основной тезис я вам уже заспойлерил. Основной тезис нашего сегодняшнего разговора будет сводиться к следующему, что немалая часть современного мархизма конституирована тем, что не имеет никакого отношения ни к современности, ни к мархизму. Вот такой любопытный парадокс. Именно об этом мы с вами будем говорить. Собственно, те, кто хотел получить содержательный тезис, те могут отключаться и спокойно не тратить время на все дальнейшие рассусоливания. На этом, собственно, содержание закончилось. А теперь начинается раскрытие этого содержания. Когда я готовился к нашей лекции, вот последние два дня и одну ночь, я честно предполагал, что построю эту лекцию обзорным образом. То есть выберу несколько забавных и показательных кейсов, таких как Жижик, Джеймисон, Леотар, Лаклой Мув. И на примере этих кейсов покажу, что современные марксисты, ха-ха-ха, ни разу не являются марксистами в содержательном смысле, в сущностном смысле, в смысле синтеза формы и содержания. Да? Поскольку сущность есть не что иное, как синтез формы и содержания. И ни разу не является современным. Однако, чем дальше я прорабатывал материал, тем больше во мне пробивалась моя клиническая склонность к классифицирующей работе с материалом, перефразируя номинитую стату. И в итоге я решил все-таки сдаться этому внутреннему червяку и предложить вам уже типологизированный обобщенный вариант. Те из вас, кто обратятся впоследствии к любому постмарксисту, неважно, это Агнеш Хеллер, это Жак Дорида, это какой-нибудь Леотар, это Лаклой Мув, это Кастериадис или это Юрген Хабермас, или из более ранних и более похожих на классических марксистов все-таки персонажей, вы все потом сможете применить предложенный мною вам инструментарий к конкретным кейсам. Мне кажется, такой подход более плодотворен, чем реферативное изложение с забавным стебом на тему того, почему это не марксизм или почему это плохо. Постебаться вы сможете и сами, если я вас вооружу оружием для этого стеба. Вот, собственно, именно так я и построю сегодняшний наш с вами разговор. Итак, современный марксизм и в чем именно он несовременный и не марксизм? В некотором смысле эта постановка вопроса является автологичной. Мы неоднократно встречали разнообразные высказывания на тему того, что невозможно быть человеком модерном, не поняв как следует, и дальше следовали разные комбинации, чаще всего из трех разнообразных мыслителей. Но чаще всего в них встречался маркс. В наиболее известном вариации этой фразы еще встречаются Фрейд и Ницше. Иногда на место Ницше кто-нибудь заходит другой. Но Маркс сам является константой. Мышление модернное и мышление марксистское, это если не синонимы, то это очень комплементарное понятие. Так же, как комментарий на полях Платона, в 20 веке невозможно быть нейтральным по отношению к Марсу. Ты являешься либо его оппонентом, либо его собеседником, но ты не можешь пойти мимо него. Марс это единственный, кто затягивает всех без исключения. Так вот, именно поэтому несовременный марксист, это уже в некотором смысле парадокс, в некотором смысле оксюморон. Именно поэтому вы увидите, что очень часто, если хотите, индикаторы или признаки неотнесения теоретика к современности или к марксизму совпадают. Это нормально, это совершенно не страшно. Это на случай возможного упрека в савтологичности. Так вот, что означает быть современным и что означает быть марксистом? Маркс, если чем и оказал серьезную услугу современному нам миру, тому миру, который мы знаем за последние примерно 150 лет, это тем, что он поставил подозрение, поставил десубстанциализацию, поставил релятивизацию на этот мир. Абсолютная релятивизация, это, пожалуй, мог бы быть философский ловинг Маркса, философский девиз Маркса. Когда он говорит о том, что, помните, да, такую запись у молодого Маркса, что быть радикальным, это означает познать вещь в ее корне, он призывает именно к релятивизации и десубстанциализации вещей, то есть к исследованию вещей в их отношениях с другими вещами. И это первый очень часто встречающийся признак того, что находящийся перед вами официальный марксист, это не марксист, а шалатан. И таких, поверьте, очень много. Когда я провел поиск по одной из баз русско- и украиноязычных публикаций по словосочетанию современный марксизм, марксизм за последние 10 лет, я ограничил поиск в 2010-19 годах, я обнаружил, что в 310, у них, собственно, к марксизму относилось меньше трети, меньше ста. Все остальные использовали словосочетание современный марксизм и марксистские экзерцисы, категории и приемы исключительно ритуальным образом. В чем это может проявляться? Это может проявляться в, самое банальное, о веществлении, натурализации и реификации исследуемого явления. Марксист, который забывает о том, что исследуемое явление порождено отношениями, объективными отношениями, в которые вовлечен человек, это уже не марксист. Это оператор марксистской риторикой. Это первый, самый простой и самый очевидный случай. Второй, самый простой и самый очевидный случай. Это случай структурализации и функционализации при сохранении марксистской формы. Если хотите, то это фактически выдавливание, выживание из пространства размышлений марксистского содержания при сохранении марксистской формы. Немало подобных кейсов вы найдете в поздней философии и социологии. Более того, сами эти социологи и философы впоследствии с гордостью признавали, что да, мы были структурными функционалистами еще в те времена, когда это не было модно, хоть мы и использовали марксистские термины, но мы были структурными функционалистами, парссонианцами, марксонианцами и так далее. В таких случаях всегда хочется сказать «нашли, чем градиться». Сказать честно, превратиться в структурного функционалиста из марксиста – это осуществить интеллектуальный и методологический дауншифтинг. Это существенно ослабить и упростить свою позицию. Это принципиально примитивизировать свой взгляд, внести туда немалую толику позитивизма. Вот того самого позитивизма, который, собственно, марксизмом был преодолен неоднократно в самых разнообразных вариациях, начиная еще с дискуссии Маркса с Контом, продолжая работой Ленина «Материализм и империокритицизм» и заканчивая дискуссией Адорна с Попером и Поперианцем. Так вот, здесь градиться, по идее, нечем. Ну, если не считать того, что ты гордишься своим политическим чутьем, а променяв марксистскую риторику и методологию на западную, на вестернизированную американскую логику и методологию задолго до того, как это стало эксплицитным политическим. Это, конечно, очень удобно, это правда. Следующий возможный пример, следующее возможное измерение. Вот это ваша недостатка, или даже не недостатка, а проблематичности псевдомарксистского философствования или социологизирования. В этом смысле, к примеру, да? Концепция Кастариадиса при всей его поэтичности, например, при всей его политической и гражданской остроте, при всей метафоричности использованного им набора понятий, безусловно, не является диалектической. Точно так же, как не является диалектичной разработки Леотара, несмотря на то, что он к концу своей жизни все-таки сдвинулся ближе к беседе с Марксом, к взаимодействию с Марксом. Во всяком случае, так указывают Саймон Торни и Жюль Тауншенд в своей работе «Key thinkers from critical theory to post-Marx». Они говорят, что Жан-Франсуа Леотар прошел путь «from combat to conversation». Так вот, эта «conversation» все равно осуществляется недели. И... Тургейн набил из дегиалектизированного Маркса смоляное чучелко, избил его, это чучелко, и после чего объявился победителем самого грозного и страшного Маркса. Невелика заслуга, собственно говоря, победить Маркса, лишенного диалектики, потому что это и не Маркс вовсе. Вот диалектические гегельянские нотки исчезают. Понятно, что гегельянские в марксистском виде снятые. Понятно, что это не сам Гегель. Понятно, что это Маркс, снявший Гегеля. Или, как сказал сам Маркс, Гегель стоял на голове, я всего, она всего поставила его на ноги. Так вот, Гегель, поставленный на ноги Марксом, и при этом убранный из Маркса, это ситуация, которую можно описать словами, это не Маркс. Несмотря на то, что на картине нарисована трубка, но это не трубка. Так вот, несмотря на то, что перед вами будет текст, формально содержащий множество отсылок к Марксу, ритуальное использование марксистской методологии и так далее, но это будет исключительно ритуальный текст. Кстати говоря, именно этим немало грешат сторонники разнообразных дискурс-анализов, фукалдианских подходов к обществу и прочее. Их подходы отличаются достаточно высокой равнодушностью к социальной диалектике. В том числе это фиксируется в том, как они описывают взаимоотношения между дискурсом, обществом, неравенством, властью и так далее. Я понимаю, что я огрубляю, я понимаю, что разные теоретики совершенно по-разному в этом пространстве описываются, но в общем виде я не находил ни одной последовательной диалектично реализованной концепции в дискурс-анализе, хотя многие из них позиционируют себя как постмарксистские. Вот этот признак диалектичности является принципиально важным. Следующий принципиально важный признак – это признак соотнесенности с материальным, в широком смысле этого слова материальным. Напомню, что материалистическая философия, та самая материалистическая философия Людвига Фейербаха, которая закончила немецкую классическую философию, считается одним из классических истоков марксизма. И, как показывает история последних полутора столетий, именно выдергивание из-под марксистского философствования и социологизирования материалистического базиса, приводит к тому, что вся конструкция марксизма распадается именно как марксизм. Она становится чем-то другим. Зачастую это что-то другое очень полезно, очень интересно, очень социально остро, и именно в силу этой социальной страты оно похоже на марксизм. Однако это совершенно новое, совершенно другое направление. Ну, классическим примером этого является Антонио Грамши. Или Грамши, как хотите, так и произносите, я видел Грамши. Так вот, Антонио Грамши, который всеми описывается как марксист, однако с теоретикой методологической точки зрения, имеет одну очень важную проблему. Это проблема идеализма. описанная им модель, по которой он предлагает исследовать общество, борьбу за власть, политическое как таковое, гегемонию, это его собственный термин, да, и все такое прочее. Так вот, эта модель имплицитно идеалистична. То есть она в самих своих основах игнорирует материалистическую логику философствования Маркса. И это касается не только Грамши. Это касается, например, и Жака Деррида, это касается и Юргена Хабермаса, который поставил себе целью осовременить Маркса, да, вписать Маркса в более современные, более либеральные контексты. В особенности эта задача стала актуальной в конце 80-х и начале 90-х годов с точки зрения Хабермаса. Однако, по сути, он прекратил существование Маркса как Маркса в своей концепции. Следующий важнейший момент. Это наличие антропологии, марксийской антропологии. Большинство современных социологических и философских теорий, которые отсылаются к Марксу, игнорируют тот момент, что ранний Маркс, Маркс экономикой философских рукописей 1864 года, своей точкой старта имел прежде всего человека, его природу, его сущность. Это важнейший момент. По той простой причине, что, например, именно на антропологии Маркса зиждется его политэкономическая, казалось бы, сугубо политэкономическая критика предшествовавших ему либеральных политэкономических теорий. Когда он в предисловии к введению в политическую экономию пишет, что модель Робинзона, на которой основывается вся современная, понятно, ему современная, политическая экономия, это абсолютная чушь. Там написано практически так дословно. Понятно, что я цитирую на русском, но практически так оно и переводится. Так вот, это абсолютная чушь, потому что не бывает абсолютно свободного субъекта, который сам себя детерминирует. То он использует именно свой антропологический базис, антропологическую основу, из которой он впоследствии выращивает модель экономического деятеля, модель производства, производства как процесса прежде всего социального, а не процесса экономического. Именно благодаря своей антропологии Маркс смог вывести производство за пределы исключительно политэкономического дискурса. Именно благодаря антропологии Маркс показал, что производство материального мира есть одновременно производством самого человека и при этом одновременно производством общества, в котором этот человек сосуществует. Вот эта сложнейшая диалектика антропогенеза и социогенеза, настолько слившаяся, что мы говорим об антропосоциогенезе, а не об отдельном происхождении человека и происхождении общества. Эта сложнейшая диалектика игнорируется в подавляющем большинстве тех текстов из современных марксистов, хоть постсоветских, хоть западных, которые мне доводилось анализировать. Либо же противоположным образом происходит радикальный сдвиг в исключительно сторону антропологии Маркса. Такова, например, Агнеш Хеллер, представитель третьего поколения франкфуртской школы Аксель Хонетт, так же, как и Агнеш Хеллер, поставили акцент как раз на сугубо антропологических аспектах Маркса. И, кстати, что характерно, они оба восприняли гегелевскую основу Маркса прежде всего в ее идеалистическом варианте. В особенности это касается, конечно, Хонетта. В меньшей степени Агнеш Хеллер, хотя и ее тоже. Это характерно почему? Это характерно потому, что материальный мир, вот та самая материальность социального мира, проистекающего из этого социального мира идеологических, политических, культурных и так далее и подобных явлений. Так вот, эта самая материальность напрямую связана с, собственно говоря, тем, что игнорируют и Хонетт, и Хеллер. Следующий аспект. Это аспект производства. Немалая часть современных марксистов, отказавшись от диалектики, отказываются и от учета произведенности общественной жизни. Важнейший момент, да? Что эта произведенность не является абсолютной. Как известно, лекарство от яда отвечает только доза. Немалая роль в гегелевской диалектике, которую использует Маркс, отводится понятию «мерой». Ибо явление, которое перешло через свою меру, тем самым пересекло порог качества и перешло в новое качество, да? Так вот, если вы обращаетесь к проблематике производства в абсолютизирующем тоне, то вы рискуете перейти ту грань, за которой заканчивается разумное исследование общества, как произведенного людьми, и начинается исключительно идеалистический дискурс от полного отсутствия реальности. Вот этот идеалистический дискурс полного отсутствия реальности на самом деле строго противоположен тому, о чем говорил Маркс. Да, действительно, социальные отношения производятся людьми в их непосредственном взаимодействии. Это неоспоримо. Но отсюда не следует, что нет ничего действительного, нет ничего материального, нет ничего, что небо произведено в числе. Вот эта абсолютизация производства, которая рождена в постструктурализм, да? Кроме истоков постструктурализма, одним из важнейших истоков постструктурализма является поиск сущности всего и в процессе производства этого всего и вся. Так вот эта абсолютизация производства наносит ущерб и вред абсолютизированию ничуть не меньший, чем неучет его. Удержаться на вот этой тончайшей грани между недобором и перебором – это достаточно сложная следовательская задача. Совершенно неудивительно, соответственно, что сторонники классического марксизма боятся выходить за пределы классически предписанного дискурса. И в этом смысле они выглядят начетчиками, конечно. Они зачастую занимаются воспроизводством или же очень несмелыми вариациями вокруг основных. Это, кстати, не задано самой сложностью задачи, с которой сталкивается любой современный марксист. Оставаться одновременно марксистом и при этом исследовать каждое из социальных явлений, к которым он обращается. Неважно, будет медиадискурс или будет производство пространства, как это делает Лефевр, или будет современное отчуждение, или кризис. Не критично, крайне апологетично, неважно в какую сторону. Критичность к своей собственной критичности – это, безусловно, сложный, технически сложный прием. И вы знаете, что множество социологов задумывалось над тем, как это осуществляется, как это реализовать. Это и Чарльз Райт Миллз, это и Пьер Бурде с его проектом «Рефлексивная социология». Однако, здесь нам важно помнить хотя бы то, что любой полученный вами вывод необходимо проверять, исследовать на предмет его собственной логики получения, его собственной ограниченности, его собственной социальной, культурной, дискурсивной и так далее детерминированности. Не для того, чтобы его разобрать до конца, не для того, чтобы его дезавуировать, не для того, чтобы его опровергнуть, а для того, чтобы продолжить вот эту постоянную спираль, движение между познанием и объективным миром. Между вот этими тезисом, антитезисом и синтезом объективности и отражением этой объективности. Немалая часть современных социологов все это напрочь игнорирует. Немалая часть современных социологов относится к этому моменту исключительно самоуверенно. Мол, если я отношусь к критической или к марксистской линии, то я не подвержен этому греху, я не подвержен этой проблеме, я уже априори критичен. Вот так, собственно говоря, рождаются феномены, например, неолиберальных псевдомарксистов. Марксистов, которые поддерживают господствующий глобалистский дискусс. Марксистов, которые являются, говоря на современном языке, охранителями. Марксистов, лоялистов, марксистов-оппортунистов, то есть тех, кто видит в общественном порядке некоторую возможность для самих себя. В техническом смысле он может быть сравнен с постоянным уходом за инструментом. То есть так же, как хороший врач или хороший экспериментатор будет постоянно следить за состоянием и качеством своего инструмента, точно так же и хороший марксистов-следователь будет постоянно рефлексировать свою позицию по отношению к позициям других, по отношению к реальности, отражаемой в его позиции и прочее-прочее. К проблематике производства напрямую подвязана проблематика политэкономии. Марксизм выходил из, в том числе, шотландской политэкономической школы, конечно же, не сводясь к ней. Я сейчас не о сведении к ней. Я сейчас о том, что политэкономия, как наука о наиболее общих закономерностях общественного производства и воспроизводства, это наука, которая может и должна быть базисом для многих социальных наук и исследований. Вспомните, проект Бадрияра по политэкономии знаков является ничем иным, как попыткой продлить марксистскую политэкономическую логику в сферу символического. Да и сам Бадрияр писал прямым текстом, что я на самом деле не делаю ничего экстраординарного. Я всего-навсего продолжаю то, с чего начал Карл Маркс. Но ограниченность человеческой жизни не позволила Марксу закончить этот проект. Маркс осуществил политэкономию вещей и труда. Я осуществлю политэкономию знаков. Вот почему его один из первых трудов называется «С явной иллюзией на Маркса к политической экономии знаков». Так вот, в случае с Бадрияром, до какой-то степени, до какого-то момента Бадрияр действительно оставался марксистом. Другое дело, что затем от пуповины своей родной парадигмы он оторвался, он сдрифовал скорее в сторону постструктурализма и, сохранив исключительно критический посыл марксизма, он тем не менее марксистом быть перестал. Однако в подавляющем большинстве случаев социологи очень мало разбираются в проблематике политэкономии, именно как науке о наиболее общих закономерностях производства и воспроизводства, общественного производства и общественного воспроизводства. И это приводит к весьма чекальным последствиям. Начиная с того, что сами вопросы, что общество является эксцессом, общество является чем-то ненормальным, общество является чем-то, что требует постоянного труда по его воспроизводству, что общество – это конечный, которые были произведены и воспроизведены трудом большого количества людей. И что этот набор ресурсов может быть исчерпан, причем речь идет не только о материальных ресурсах и вещах, речь идет о ресурсах доверия, речь идет о ресурсах престижа и репутации, речь идет о ресурсах знаниевых, то есть то совместно выработанное... И... 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 и осуществленным группой, которая является объективно или же номинально дитатемой, доминирующимой. А то, что за этим актом может скрыто стоять эксплуатация коллективного блага, уничтожение общественной сложности и многое-многое другое, об этом подобные марксисты не задумываются. Вот почему, к примеру, Славой Жижик, небезвестный и столь любимый многими студентами, так активно и яростно поддерживал некоторые далеко не эмансипаторские, некоторые далеко не марксистские, далеко не левацкие протесты, бунты и заварушки. Мне кажется, что это достаточно релевантная рамка объяснения поведения того же Жижика. Да, это потом Жижик, посмотревшись, напишет в своем эссе о ложном чувстве безотлагательности, что эти протесты действуют на нас через наше ложное чувство безотлагательности, требуют нас, чтобы здесь и сейчас вышли и начали действовать. Тогда как зачастую наиболее разумной, наиболее протестной, наиболее свободной будет позиция человека, который остался на месте, который задумался, который ушел в глубину размышлений. Так вот, Жижик это потом напишет. А до этого, и те, кто за ним следят, за его публичными выступлениями, за его публичными реакциями, те это знают, а до этого он очень приветствовал некоторые события, в том числе и в нашей с вами прекрасной стране, где мы так счастливо обретаемся. Это и есть один из продуктов того, что Жижик, несмотря на свою формально протестную лексику, по своей логике, по своей онтологии, если хотите даже, вовсе не является, а в большей мере марксистов. Куда в большей мере это лаконианец. Ну а о том, какую роль играет и играл психоанализ в воспроизводстве структур капитализма, уже довольно много всякого написано, в том числе, что характерно и не только марксистами. Можете сами по этому поводу почувствовать. Следующих. Да, кстати, Каталина Юрьевна, есть. Полчаса точно есть. Еще есть, вы имеете в виду? Или вообще 20 минут, полчаса? Нет, еще, еще есть, точно. Хорошо, хорошо. Спасибо большое, извините за беспокойство. Да, так вот. Следующих. Марксизм как теория современности. Это теория, принуждающая нас подозревать, причем подозревать, что нам раскрывает один из классиков марксизма 20 века, подозревать классовые интересы. Вот два важнейших момента, которые перманентно выпускаются за границы любого марксистского анализа. Прежде всего, конечно же, анализа порожденного, например, феминистским или антирасистским движением. То есть того анализа, который пытаются вынести в качестве фундаментальных, в качестве ключевых, в качестве наиболее болезненных и наиболее распространенных не классовые различия, а некоторые другие различия. Немецкий философ, я не могу даже назвать философом марксистом, но тем не менее, достаточно интересный философ-мастеритель Фабиан Лер недавно опубликовал статью, и даже перевели на русский язык, в которой он демонстрировал, сколь избирательными являются структуры восприятия российской дискриминации. На примере фильма, который демонстрируется во Франции, в котором, в частности, фигурирует девушка из Украины. Если хотите, даже могу зачитать оттуда фрагмент, если я сейчас найду в своих недавних закладках. Я себе даже это сделал. Вот, собственно говоря, один из самых успешных французских семейных сериалов «Не делай того, не делай этого» рассказывает о жизни буржуазных семейств из зажиточного парижского пригорода, мещанских лепиков и несколько более прогрессивных були. Сериал несет в себе расплывчатый морально-экологический морализм. Так, в нем постоянно обсуждаются предосудки. Однажды лепикам приходится принять гомосексуальность дочери. И, в конце концов, нанятая городскими властями мать семейства, организует первую в городе лесбийскую брачную церемонию. В другом эпизоде по соседству с героем поселился чернокожий, что вызвало скрытый страх у буле и открыто напугало лепиков. Однако мужчина зарекомендовал себя как приятного и приличного человека, и тогда герои немного устыдили своих. предрассудков и демонстрируют отношения к интолерантности. В то же время, в сериале имеется эпизод, когда буле заказывают по интернету украинскую няню. В результате приезжает немолодая и непривлекательная женщина с фотографией, а отвратительная персона. Недалекая и лишенная хороших манер. Няня не владеет французским, ее речь состоит из грубых горловых звуков, ее присутствие раздражает. Она понятия не имеет о том, что такое душ, зубная щетка, шампунь. Запах ее тела становится ведущей темой сюжета. Когда она ходит в комнату, ее семейство начинает кривиться. Украинка набивает себе брюхо жирной едой и оглашает благопристойное жилище громкой отрыжкой. После этого все зрители ожидают получительную концовку, которая осуждалась бы предрассудки, а французское семейство предстояло бы задуматься о своем поведении. Но ничего подобного. В конце серии папаша буле просто выставляет женщину на улицу. Герои испытывают облегчение. «Расистская шутка продолжительностью 50 минут» закончилась. И это происходит в сериале, который настаивает на важности и необходимости демократии, взаимопонимании, толерантности. Очень хороший кейс, как мне кажется, приводит Фабиан Лер, немецкий, повторяю, исследователь, который, кстати, ставит заодно вопрос, а возможно ли такое в Германии. И в анализе этого кейса он приходит к мысли об имплицитности структур расизма самому мышлению Запада. Но нас сейчас интересует далеко не это. Нас сейчас интересует то, что восприятие расизма, восприятие сексизма, восприятие структур дискриминации, восприятие структур неравенства исключительно селективно. И что показательно, это селективное восприятие порождено теми теориями, которые, казалось бы, вышли из теории всеобщего равенства. Теории, которая предполагала построение общества всеобщего равенства. Это очень характерная инверсия, чтобы не сказать более грубо, латинским словом извращение. Очень характерная тем, что структуры селективности принципиально несоединимы в мышлении структуры селективности принципиально несоединимы с логикой марксизма в том виде, в котором он стал основой современности. Современность – это и есть эпоха сначала формального, а затем и сущностного, как предполагают, во всяком случае, Маркс и Энгельс, формального, а затем и сущностного равенства. Да, через формальное равенство, которое в буржуазной демократии все равно никогда не бывает полным, оно все равно исключительно формально, но это путь к расширению вообще оснований для равенства, а затем и созданию предпосылок для сущностного равенства. Так вот, в случае с марксизмом мы наблюдаем следующий парадокс. Именно равенство, как одна из преамбул, презумпций, предиспозиций модерна, зачастую в целиком марксистских, вполне марксистских и постмарксистских размышлениях и работах, она пропадает, она исчезает. Она заменяется на незамечаемую самим исследователем селективность. Да, эта селективность находится скорее на мировоззренческом уровне, чем на уровне методологическом, скорее на имплицитном, чем на эксплицитном, но это только делает ее еще более сильной и еще более властной в силу неосознаваемости самим исследователем. Вот, собственно говоря, с чем могут быть связаны некоторые весьма странные эволюции марксистов в конце 20 века, которые внезапно стали неолибералами, тот же самый Фуко в конце жизни, тот же самый Хабермас, тот же самый Даррендорф, который начинал с позиции марксизма, а потом в итоге пришел к статусу одного из столпов либеральной теории демократии. Тот же самый Гидденс, который начинал как критический марксист, а закончил, сами знаете, как он закончил. Тот же самый Штомбка, который вообще сдвинулся от марксистского теоретика в сторону какого-то позитивистки, вульгарно понятого синтетика, я не могу даже назвать это синтетической социологией, это скорее социология, претендующая на синтетичность под сурдинку своего позитивизма. Тот же самый Юн Эльстер, который для меня для самого стало это серьезным открытием, что Юн Эльстер был автором работы «Making sense of Marx» 1985 года. Нынешний Эльстер – это один из самых ярких представителей такого очень насыщенного, очень однозначного методологического постпозитивизма. Так вот, все они являются индикаторами одного и того же процесса, о котором я вам только что говорил. Следующий аспект, следующее измерение, если хотите, следующая возможная опасность того, что вы считаете не марксиста, а человека, который является морской свинкой от марксизма, это политическая невовлеченность, демонстративная объективность. Те из вас, кто помнят 11 тезис о Фейербахе, уже понимает, о чем идет речь. Современный марксизм – учение, которое соединяет в себе действия и мысль. Практика, критерия истины постулирует Маркс в одном месте. Философы раньше лишь объясняли мир, постулирует он в другом месте. И таких афрагментов у него встречается множество. К примеру, он пишет, что если человек создается условиями жизни, в которой он проживает, значит, дело состоит только в том, чтобы сделать саму жизнь и ее условия человеческими. Это есть не что иное, как соединение осмысления и действования. Так вот, соблазн объективности, соблазн построения метаязыка, как сказал бы Роланд Барт по этому поводу, он настолько силен, что при выборе между марксистской идентичностью, сущностной идентичностью, а не формальной, сущностной, и статусом объективности, немало социологов предпочитают статус объективности, зачастую ради этого, осуществляя чисто ритуальные пинки, что Маркс устарел в том, Маркс устарел в этом, мы во многом с Марксом не согласны и так далее и тому подобное. Подобное поведение вызывает скорее жалость человека, который вынужден оправдываться перед референтной ему группой, что я вовсе не так плох, как вы обо мне думаете, я вот даже, видите, пнул Маркса, видите, вот я с вами, я ваш, я свой. Это больше политический акт, чем эпистемологический. Однако он выдает в человеке, который этот акт осуществил, не только то, о чем я только что говорил, но и неспособность воспринять Маркса в его целостности, в том, что делает его теорию целостной и системной, а, соответственно, и, извините, опять-таки, современной. Поскольку, еще раз, современная наука, это наука, стремящаяся в любом своем виде, в виде физики или в виде социологии, в виде химии или в виде биологии, строить целостные, системные, объясняющие макротеории, теории, претендующие на некоторую универсальность. Мы сейчас не берем в расчет перверсии постмодерна, сейчас не о нем. Хотя и сам по себе постмодерн тоже, на самом деле, обладает вполне себе объяснительным империализмом. В тот момент, когда он заявляет, что больше не осталось ни одного метанарратива, претендующего на универсальность, он создает метанарратив, претендующий на универсальность. Это метанарратив о том, что все метанарративы распались. Это так, очень простое логическое упражнение. Так вот, если не брать в расчет перверсии постмодерна с его весьма специфичными экзерсисами, то путь науки – это не только получение имперических данных, не только обобщение из этих данных, но и выведение из этих данных, и их обобщение некоторого системно выстроенного, целостного образа исследуемого объекта. В случае с Марксом ни одной целостной последовательной альтернативы тому, что предлагал сам Маркс, несмотря на все попытки его сочетать то с Фрейдом, то с Ницше, как это делали Фуко или Делиос, не с структурализмом, как это делал, например, Барт, не с лингвистикой, как это делал уважаемый здесь некоторыми, не безосновательным в некоторых аспектах, конечно, Михаил Лившиц. Так вот, все эти попытки все равно остаются частными. Они не достигают системности и полноты картины, которую нам предлагает Маркс. В следующих – это отказ от классовой теории Маркса, той самой теории, которая с железной необходимостью следует из фундаментальных понятий самой марксистской социологии. Он не любил слова социологии, конечно, но не суть, он при этом создал вполне релевантную социальную теорию. Фундаментальным понятием здесь являются, например, отчуждение и эксплуатация, и из них неизбежно возникают понятия более высокого уровня, классы, классовая борьба, классовое сознание, идеология, как форма выражения классового сознания и прочее, прочее, прочее. Здесь бывают разные стратегии. Бывают стратегии, которые фиксируют, к примеру, Пьер Бурген, который вводит категорию класса через более общие научные категории типологизации вообще, после чего с невидим видом делает вид, что у него просто так совпало с марксистской логикой, что он вообще не при делах. Это нормально для человека, который находился в клещах буржуазной социологии, которому нужно было пройти промеж краполькам и при этом пронести свою мысль. Нельзя сказать, что Бурген был намного свободнее, в этом смысле, чем Антонио Грамши. Они были просто в разных тюрьмах, а так, в общем, они оба не были абсолютно свободны в репрезентации своих мыслей. Но гораздо хуже, когда нам предлагают рецепцию нового Маркса, Маркса деклассифицированного, или деклассированного, да, извините, такое очень двусмысленное слово, Маркса лишенного классового противостояния, классовых интересов, я уже упоминал их ранее, да, классового взаимодействия, как это, к примеру, нам делает уже сегодня упомянутый Леотар, или как это делает постмарсистский феминизм, или как это делает Деррида, или как это делают с некоторым допущением все-таки, но Делес и Гватари, которые пытаются переосмыслить материализм, переосмыслить процессы производства, переосмыслить взаимоотношения там человеческого и машинного в капитализме, однако на самом деле они просто стирают с доски вообще все, имеющее отношение к классу. Парадоксальным образом у того же Деррида и Гватари остаются вопросы эксплуатации, остаются вопросы отчуждения, потому что метафора, например, тела машины, это есть не что иное, как метафора отчуждения. Однако же социальные следствия этого, по сути своей, исчезают. Оказывается, что жертвами машины капитализма оказываются вообще все. Нет, Маркс тоже об этом писал, что жертвами являются вообще все. Вопрос только в том, что эта жертвенность разная и проявления этой жертвенности разные. Да, действительно, капиталист тоже является жертвой капиталистического строя, он вынужден себя вести определенным образом, иначе он будет разорен, он вынужден посвятить свое время определенным действиям, иначе он будет разорен, и он потеряет свою социальную сущность, его идентичность, его смысл существования завязаны на те действия, которые он производит, поэтому он не может от них отказаться. Но, согласитесь, это совершенно другое описание, чем то, которое нам предлагают Делес и Гаваттари. Абсолютно другое. И, наконец, еще один аспект, который очень часто игнорируется современными марксистами. Это аспект марксового историцизма, который после того, как он был стигматизирован иконой современной философии, в особенности западной философии, Карлом Поппером, стал ругательным словом. Не вижу ничего в этом слове ругательного. По ряду причин. Их долго перечислят, но самую мощность из них я назвать вполне могу. Во-первых, любая концепция значима тогда, не скажу, что только тогда, вряд ли это критериально, но она значима тогда, когда она дает нам возможность не только объяснить, но и спрогнозировать. И в этом смысле любая научная концепция, говоря языком Поппера, будет историциской. Заметьте, что сам Поппер при этом не гнушается строить вполне историцискую концепцию. Ведь его идея, что закрытые общества в историческом развитии чилиства сменяются открытыми обществами, она вполне историциская в его же собственной терминологии. Что-то здесь не увязывается, не находится. Во-вторых, вторая важнейшая причина. У самого Маркса не было того образа историцизма, о котором говорил Поппер. У него не было и нет ни обреченности на коммунизм, ни однолинейности развития. И вы прекрасно знаете, что у Маркса есть разнообразные вариации развития человечества через азиатский способ производства, минуя, например, рабовладельческий строй и прыгая сразу в феодальный, то есть первобытный общинный строй может разложиться сразу в феодальный. Такое тоже возможно, такое тоже бывало. В этом смысле у Маркса нет никакой линейности и историчности. Что у Маркса есть и что игнорируется? А если игнорируется у него снятие гегелевской идеи становления, вот это снятие гегелевской идеи становления в идеях прогресса, в идеях развития, в идеях исторического процесса, оно неизбежно и всегда отражается в концепциях настоящих марксистов. В этом смысле, например, совершенно закостеневшая, совершенно остекленевшая концепция Бадаяра, в которой в конце жизни смог задать только один вопрос, почему все еще до сих пор не исчезло? Ну то есть если его концепция верна, то все должно было вокруг нас исчезнуть, но оно уже не исчезло. Вот она, эта концепция, является антиисторичной. Застекленевшая концепция Делеза и Гватари в этом смысле является антиисторичной. Концепции постиндустриального общества являются одновременно парадоксальным образом антиисторичными и историцидскими, хотя многие из них отталкивались от сугубо марксистской логики, многие из них даже этим провировали. Тот же самый Белл рассказывал, что его концепция – это не что иное, как улучшенный и доработанный вариант концепции Маркса. Так вот, эти концепции парадоксальным образом одновременно являются историцистскими, причем в самом вульгарном, по первом смысле, и антиисторичными, то есть создающими картину некоторой социальной устойчивости, некоторой социальной неизменности. То есть самой неизменности, о которой нам говорит Джеймисон, с которыми много чего «Почему мы могли не согласиться», которую я тоже использовал для того, чтобы извлекать из него уроки для современного марксизма, но одна его цитата, мне очень нравится, я ее постоянно применяю, это цитата о том, что современная масс-культура заставляет нас забыть о самой возможности конца капитализма, она принуждает осмыслить о чем угодно, кроме одного, что капитализм тоже может закончиться. Таким образом, поскольку уже, как мне подсказывает, телефон час прошел, и я обязан как-никак подводить к завершению наш разговор, таким образом, коллеги, я для вас предложил некоторые, вероятно, неполные, вероятно, неисчерпывающие критерии вычленения ошибки в словосочетании «современный марксист» в приложении к тому или иному автору. Вы сами можете как-нибудь попрактиковаться, где и в чем они не реализуются, как марксисты или как несовременные. Эта несовременность может проявляться в ульгарном позитивизме, в примитивной линейности, в отказе от диалектичности, в примитивных индивидуалистических моделях, которые отрицают социальную или не учитывают социальную природу человека. Много в чем. То есть так же, как и отказ от марксизма, я только что вам предложил целый спектр признаков этого отказа от существенного марксизма при сохранении формы марксизма. Я надеюсь, что с этим инструментарием в дальнейшем чтение всех тех, кто называет себя марксистом, а таковых в современном мире очень много. Я вам уже говорил, что очень легко в современном мире отнести себя к марксистам или к критикам современного общества. Я занял любую протестную позицию и начинаю эксплуатировать риторику, в том числе связанную с марксом и марксизмом блага. Она очень разнообразна и богата. Так вот, когда вы будете впредь анализировать любой текст или любое выступление человека предыдущего «to be the marxist», пожалуйста, попытайтесь хотя бы иногда вспоминать то, о чем я вам сегодня рассказывал. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что это не было совсем бессмысленно. Какие у вас есть ко мне вопросы? Заранее благодарю за них. Так, у нас сразу несколько вопросов в чате есть. Все остальные, я так понимаю, тоже могут их писать. Вопрос первый, что думаете по данной теме от такой деятельности, как Рая Дунаевская? Вопрос второй, знакомы ли с работой реформации, формации майданского, считаете ли данную доработку вместе с исследованием Илюшечкина все еще марксистской или это уже нечто иное? Почему такой вопрос? Это сильно перерабатывает теорию формации, а потому понятие социализма становится более конкретным на сегодня и сопрягается с госкаповским течением марксизма. Спасибо. Так, по этим вопросам имею сказать следующее. Вот такую деятельность, деятельницы, как Рая Дунаевского, слышал только что-то очень смутное. Ничего конкретного я о ней, к сожалению, сказать не могу. За что заранее прошу прощения. Охватить необъятное невозможно, как известно. Да, я знаю, что это американка, знаю, что она, как и небезызвестная икона либералов, тоже родом из Российской империи, что это так называемый марксистский гуманизм, но, пожалуй, все. С ее трудами я не сталкивался, к сожалению. Поэтому ничего под данным вопросом сказать не могу. И перейду сразу к вопросу второму, по поводу реформации и формации майданского. Небольшое вводное. Вводное заключается в следующем, что в современном марксизме, причем в том числе и том, который претендует на классический марксизм, имеется в виду на рецепцию классического марксизма, очень много попыток переосмыслить проблематику формаций. Например, семейная пара из двух российских марксистов, которые живут в Петербурге и публикуются на одном из ведущих современных марксистских сайтов России. Я сейчас попытаюсь вспомнить их фамилию и никак не могу. Ладно, если я вспомню, скажу. Так вот, они переосмысливают эту проблематику следующим образом, что на самом деле формаций было всего три. Это формация доэксплуатационная, формация связанная с эксплуатацией и отчуждением, и формация постэксплуатации и отчуждения. А все вариации внутри формации эксплуатации и отчуждения, это исключительно ее внутренние вариации. И это, мол, такая модель, мол, хорошо вписывается в логику синтеза у Гегеля, и прочее, прочее. Если что, то супругов зовут Харламенко, и действительно статья, в которой они это доказывают, они это делают достаточно убедительно. Поэтому ничего нового в этом смысле Андрей Майданский нам совершенно не предлагает. Когда он пытается исследовать логику исторической теории Маркса, он пытается, сформулируем так, во всяком случае, в той статье, которую я видел в Налогосе когда-то, он пытается всего-навсего перевести на современный язык с учетом наиболее известных достижений, в том числе и исторических разработок, марксистские исследования. Является ли она марксистской? Ну, если бы я не боялся ругать в публичном пространстве, я бы сказал, что я считаю скорее постмарксистской, чем марксистской. Именно в том значении, в котором это словосочетание используется в одной из цитируемых мною книг, а именно в книге Торни и Тауншенд по поводу постмаркса и постмарксизма. Почему? Именно потому, что некоторые аспекты марксистской историографии оно не соблюдает, оно не воспроизводит. Может быть, это связано с тем, что Майданский, в отличие от Маркса, мог располагать куда более современными данными. И скажу честно, что историософия Маркса и ее интерпретация, это далеко не центральная область моего интереса, и поэтому я не знаком в деталях с историософией Маркса. Понятно, что я зову ее на наиболее общем уровне трансформации этих общественно-экономических формаций, взаимоотношений между качеством и количеством в эволюционных прыжках между общественно-экономическими формациями, соотношения революции и эволюции и прочее-прочее, но не более того. Является ли в этом смысле исследование Майданского более релевантным, судить трудно. На вскидку да, но я большим историком себя не считаю, поэтому предполагаю, что можно использовать эту разработку для того, чтобы, как вы правильно заметили, попытаться развести его с проблематикой государственного капитализма, монополистического капитализма, к примеру, да, но мне кажется, что вот эти игры с разграничением формаций, это на самом деле игры как раз антидиалектичные, антимарсистские, это игры, которые забывают о том, что вообще-то исторический процесс непрерывен, вообще-то нет никакой границы, вот вчера был феодализм, сегодня уже капитализм, вчера был капитализм, сегодня уже коммунизм. Этой границы эксплицитно, явно, ярко нету, осознать вот этот переход весьма трудно, его можно осознать на расстоянии, на большом взгляде, но эксплицитно его развлечение, это я бы назвал исключительно играми разума в пределах марксизма. Благодарю за вопрос. Вопрос Валерии, что с этим делать, есть ли смысл бороться с этими лжемарксистами? Я не уверен, что вообще с этим имеет смысл что-то делать, по ряду причин. Во-первых, это явление достаточно массовое и часто, и более того, некоторые из этих, тех, кого вы назвали лжемарксистами, являются людьми достаточно авторитетными. Уже авторитетными или еще авторитетными, не важно. Вы можете с этим делать исключительно то же самое, что вы делаете с окружающим ваше тело грязью. Вы моете свое тело, вы не допускаете вторжение грязи и бактерий в ваше собственное тело. Это уже немало. Вылечись сам, и вокруг тебя выздоровеют другие. Так вот, имеет ли смысл бороться с этими марксистами? Я не настолько специалист в современном мире и в его, например, специфике коммуникационных структур, чтобы понимать, имеет ли смысл влезать на публику в этих ютуб-дискуссиях. Я хотел использовать другое слово, но пусть будет в дискуссиях. Участвовать по поводу того, кто настоящий марксист, кто не настоящий марксист, какие условия и критерии необходимы, чтобы быть марксистами и прочее, прочее. Я не понимаю, что вы подразумеваете подбороться. Один из сильнейших диспутантов от марксистской линии в 20 веке потратил несколько томов своих трудов сугубо на полемические разработки. Эти полемические разработки, конечно, очень остры, они очень художественные, их читать сплошное удовольствие. Но эти полемические разработки, в отличие, например, от его государства и революции или в отличие, например, от его же материализма и империокритицизма, исторически не выдержали такого испытания. Если государство и революция этого же автора в итоге стало одним из ведущих марксистских исследований политических феноменов в 20 веке, то его полемические исследования до сих пор считаются просто как интересная примета века, но не более того, к сожалению. Поэтому имеет ли смысл на это тратить ресурсы, я не знаю. Если вы собираетесь становиться политическим деятелем или медийным деятелем, наверное, да, в пределах медийных стратегий, медийные стратегии скандализации в этом смысле будут эффективны. Если вы имеете в виду в научном смысле, то на каждый чьих не на здравствуй. Тут вопрос не в том, чтобы бороться с этими деятелем, тут вопрос в том, чтобы выстраивать и продолжать действительно марксистскую линию, если вы хотите ее продолжать или если вы планируете ее продолжать. Потому что иначе вы просто рискуете свалиться в полемической перегавке. Надеюсь, что я смог ответить на наш вопрос, Валерия. Анна, посоветуйте, пожалуйста, современных марксистов, которые все-таки соответствуют индикаторам Марксиновны. В том-то и проблема Анны Константиновны, что я как раз упоминал о том, что на данный момент нету, не обнаружил, ну я вообще не обнаружил, я не видел на данный момент людей, которые так или иначе полностью осуществили рецепцию, при этом творческую рецепцию Маркса. Именно поэтому немалая часть современных марксистов осуществляет сугубо ритуальное воспроизводство Маркса, либо же очень частные приложения, не выходя за пределы марксовой теорематики. Понимаете, Анна Константиновна, очень трудно даже провести границу между марксовой аксиоматикой, то есть субстратом для оперирования, и марксовой теорематикой, то есть результатами этого оперирования. Точно так же, как в геометрии есть аксиомы, из которых можно все выводить, и теоремы, которые выводятся точно из аксиом, точно так же и в марксистской теории можно выделить аксиоматику, которой пользуются Маркс, и которая, несмотря на все попытки Маркса быть доказательными, все-таки остаются аксиомами, закрытыми для внешнего доказательства. А есть теорематика. Так вот, оперируя аксиоматикой, можно выводить марксистские теоремы без Маркса, но полностью релевантный и когенентный Маркс, теоремы, с которыми сам бы Маркс согласился бы. Однако же подавляющее большинство тех, кого можно было бы назвать хотя бы непреступниками против, собственно, марксистской линии, все они занимаются исключительно вторичной интерпретацией, не более того. Поэтому, к сожалению, я назвать не могу, все известные мне на данный момент, именитые, я, понятно, могу ориентироваться в основном, прежде всего, в именитых авторах, я не могу ориентироваться во всех деталях, без исключения. Вот, смотрите, например, о таком персонаже, как Рая Дуневская, как мы выяснили, я только слышал, и очень косвенно, и с ее, собственно, тут даме не знаком. Так вот, все именитые авторы, так или иначе, привнося нечто свое индивидуальное или пытаясь Маркса синтезировать с чем-то там, неважно с чем, да, они были неизбежно выдвинуты, выдавлены, вышедшими за пределы, собственно, марксизма. Может быть, потому, собственно, они стали именитыми, потому что в научной среде такая стратегия индивидуализации иногда приводит к успеху и приобретению собственного имени. Может быть. Может быть, именно потому и мы не знаем про социальных исследователей, которые соответствуют индикаторам марксизма. Например, упомятое мной супруги Харламенко – это вполне себе марксисты, и местами даже довольно оригинальные марксисты. Но их взгляд сугубо философичен, Анна Константиновна. Он не выходит за пределы собственной философии маркса, во-первых, и перевести их на социологический язык будет не так уж просто. Во-вторых, вашим, например, социологическим интересам они соответствуют очень мало, несмотря на то, что они марксисты. Вы же понимаете, марксизм чрезвычайно широк, и к тому, чем вы интересуетесь, к сожалению, Харламенко даже и близко не подходит. Ну, спасибо за вопрос. Как-нибудь я задумаюсь над этим, попробую что-нибудь найти в ответ на ваш вопрос. Богдан, подозреваю, что Александрович, но может быть и нет. Какие критерии морских свинок современного марксизма внеакадемической среды? Могут ли, в принципе, существовать марксисты внеакадемической среды? Вы как-то, видимо, мало знакомы с антимарксистским дискурсом. Если верить нашим прекрасным либеральным друзьям, так весь мир вокруг нас оккупирован марксистами и криптомарксистами, и только ими. В марксизме обвиняли Обаму за то, что он пытается ввести Обамакэр. В марксизме и склонности к марксизму обвиняли ряд европейских политиков за то, что они продвигают как раз чисто либеральную повестность. За то, что они ищут пути эмансипации, ищут новые варианты освобождения. Хотя совершенно очевидно, что дискурс освобождения – это не только марксистский дискурс. Слово «свобода» и слово «освобождение» поднимали на знамя не только марксисты. Однако же в западном мире, например, традицией является приписывать любую антитрадиционалистскую, любую антиконсервативную риторику и методологию сугубо марксизму. Так вот, в случае с внеакадемической среды, я могу уже без ёрничества по поводу этих западных страхов перед марксистом у тебя под кроватью, как это говорят на западных форумах, сказать, что марксисты внеакадемической среды могут существовать прежде всего как практики. Как вы понимаете, исходя из упомянутых мною и тезисов о Фейербахе, и некоторых других фрагментах Карла Маркса, марксизм без действия по реализации марксизма мёртв. И однажды осознавший это Камило Рестреапо Торрес, такой марксист XX века из Латинской Америки, прямо из аудитории сказал, ребят, всё это совершенно бессмысленно, я пошёл, вышел из аудитории, взял дома автомат и ушёл в город. Как и любая штофирка, конечно, закончил он очень быстро, буквально через несколько месяцев он погиб в бою, так что не вздумайте повторять, товарищ майор, вы слышали, я это им сказал, не вздумайте повторять, это не лучший шаг. Как минимум необходимо подготовиться, да, как следует. Так вот, вне деятельности, непосредственной деятельности это уже не марксисты, это может быть жонглёр, использующий марксистскую терминологию, как это делают, например, лидеры и представители институциональных и официальных коммунистических партий. Ну, например, таков представитель компартии, не столь далёкая от нас, с северо-восточной страны, который, если его почитать, так он достаточно-таки, кондовый, достаточно-таки основательный марксист. Но вся его деятельность действует о строго противоположном. Так вот, ответ на ваш второй вопрос, Богдан, да, могут. В ответ на ваш первый вопрос, каковы критерии марксистских современного марксизма внеакадемической среды, да, они ещё более многообразны, чем то, о чем я вам и сказал. Я рассказал о критериях для академической среды, вы правы, но все их можно применять к мировоззрению и дискурсу официальных или неофициальных марксистов внеакадемической среды и обнаруживать, таким образом, морских свинок. То же самое можно осуществлять по отношению к их практикам, по отношению к сочленённости их практик с их дискурсами и их официально манифестируемыми убеждениями. Тут критериев может быть ещё больше. Понимаете, проблема слова «критерий» в том, что это необходимое и достаточное условие. Я настолько глубоко этим вопросом, к сожалению, не занимался. И сказать, какое из выделенных мною условий является необходимым и достаточным одновременно или какие, я, к сожалению, не берусь. Поэтому ответить за критерии я в данном случае не возьмусь. Спасибо большое. Вам спасибо, Богдан Александрович. Какие основные несоответствия у дюргемианского образа Маркса с действительностью? Основные несоответствия кроются в том, что порождено самой неспособностью дюргема понять и воспринять диаретический метод Маркса. Достаточно сравнить элементарно логику развития разделения труда у Маркса и у дюргема. Я думаю, что для вас, Михаил, не станет открытием, что дюргем не был изобретателем, создателем или тем, кто ввёл в социалистскую проблематику разделение труда. Он это сделал на полвека позже Маркса. Но сравните техники введения этого понятия и этой проблемы Марксом и дюргемом, и вы сразу всё поймёте. А дюргем, как механистический позитивист, совершенно иначе смотрит и на процессуальность общества, и на роль в этом человека, и на место в этом процессов эволюции, и на многое-многое другое. Все эти несоответствия порождены, собственно, центральным методологическим расхождением. Всё, что вы там не найдёте, например, о месте экономики, если Маркс его критиками огульно обвиняется в том, что у него экономика находится в самом центре, хотя на самом деле в центре у Маркса находятся процессы производства, а производство может быть не только экономическое, простите, пожалуйста. Так вот, если у Маркса в центре находятся процессы производства, то у того же дюргема, да, диалектическая связь между производством и человеческой природой разорвана. Вот, к примеру, когда человек производит общество, он производит самого себя, когда человек производит вечно, производит самого себя, эта мысль Дюргейма принципиально недоступна. Вот этим, к примеру, и антропология Дюргейма, антропология вечного, застывшего, универсального, абсолютного человека отличается от антропологии Маркса. Этим и его, к примеру, политэкономия, если бы Дюргейм ее создал, могла бы отличаться от политэкономии Маркса. Потому что от политэкономии, потенциальной политэкономии Дюргейма до, к примеру, теории рационального выбора буквально один шаг. Вот почему, к примеру, позитивизм так хорошо в 20 веке компонуется с теорией обмена и теорией рационального выбора. И вот почему так плохо сочетается, так плохо компонуется с ней любой, даже самый слабый извод марксизма. Я надеюсь, что я смог хотя бы отчасти ответить на ваш вопрос. Михаил, спасибо за него. Следующий вопрос. Есть одна работа небольшая, которая пересобирает ядро марксизма с этими новыми разработками. Интересно вам ваше мнение, как разное расстояние. Думаю, если вас интересуют, то найдете в ней средства, обратный связь. Спасибо за вашу лекцию и уделение вопросам марксизма внимания. Если бы я еще знал название этой работы, уважаемая Антида, я был бы очень благодарен вам за это. С интересом я с ней ознакомлюсь, как если вы бросите ее название мне. Благодарю. Анастасия, есть ли сейчас варианты преодоления капитализма? Дело в том, что исторический процесс не спрашивает нас о вариантах. Исторический процесс развивается независимо от нашего желания или нежелания. Варианты – это то, что мы создаем в нашей голове, когда реконструируем его и абстрагируем из нашего собственного мышления. Понимаете? Вариантом преодоления капитализма является лишь одно – это построение систем общественного производства без отчуждения и, соответственно, эксплуатации. Вот он – единственный вариант преодоления капитализма. Каким образом он будет выглядеть в своих проявлениях – это уже совершенно другой вопрос. Он может выглядеть, например, так, как выглядят современные только-только нарождающиеся варианты коллективного действия посредством, в том числе, онлайн-коммуникаций. Вот тот же самый торрент. Моя любимая карикатура – это мальчик, который использует торрент, сидя перед экраном компьютера, а за его спиной стоит Ленин и гладит его по голове. Карикатура, естественно, западная. Карикатура, созданная в пределах дискурса копирайта. Что ты, используя торрент, приближаешь приход этого страшного чудовища Ленина. Но эта карикатура нам выдает один очень интересный страх системы капитализма. Любой способ совместного производства, неважно чего – вещи, не вещи, знака, смысла, общества, шансов, содержания и так далее. Любой совместный способ производства, который выведен из логики капитализма, это способ, который дает нам шанс на преодоление капитализма хотя бы в данном корректном месте, здесь и сейчас, и впоследствии его дальнейшее разрастание. Собственно, именно на этом была построена надежда коллежды социологи. Может быть, вы слышали о таких автрах. Ну, кто-то из вас определенно слышал, конечно, таких как Жорж Батай, Рожека Юа, Эдгар Морен. Все это французские философы 20-30-40-х годов 20-го века, которые видели преодоление капитализма в отказе от утилитаристских практик, от практик, ориентированных сугубо на буржуазную прибыль. Их критика буржуазного, бюлгерского, капитализического общества была основана именно на критике, конечно, сугубо идеалистической, но, тем не менее, критике ценностной ориентации этого общества на прибыль любой ценой, на отказ от человечности во имя прибыли. Вот те самые практики потлача, которые колледж социологи предлагал рецептировать в европейскую культуру, они были как раз нацелены именно на такое локальное, очаговое, говоря на языке Антонио Грамши, преодоление капитализма. Так вот, вариантов, выражаясь в вашем языком, у нас на самом деле море. На самом деле, речь идет, конечно, о проявлениях того, что процесс преодоления идет. Мы, например, до сих пор не знаем, каким будет дальнейший процесс развития производительных сил. Глупо отрицать, что становление робототехники и роботизированных систем производства, есть не что иное, как дальнейший процесс развития производительных сил. Причем такой процесс развития производительных сил, который в рамках капиталистической системы отношений оставляет за бортом, оставляет в прикариате, оставляет в андерклассе огромную часть населения человечества. И мы не знаем, какие социальные процессы будут из этого запущены, мы не знаем, как будут перераспределяться полученные новые блага, мы не знаем, каким образом будут строиться системы потребления в таком обществе. Короче говоря, Анастасия, понимаете, вариантов, на самом деле, проявлений этого процесса мы наблюдаем немало. Но эти проявления находятся в эмбриональном, зародышевом состоянии. И какой из них станет, скажем так, универсальным, абсолютным, пока что неизвестно. Да. Спасибо. Спасибо вам. И вам спасибо, Анастасия. Следующий вопрос от Татьяны Юрчик. Какое будущее марсизма вы можете спрогнозировать, соответственно, с существующими академическими и социально-политическими тенденциями? Вопрос, который нужно было поставить не мне, а кому-нибудь на два порядка выше меня по глубине знания марксизма, а также по жизненному опыту. Смешно с высоты моего, в кавычках, возраста делать такие глобальные прогнозы, понимаете, на будущее марксизма. Я, конечно, что-то знаю об истории развития марксизма, но настолько, чтобы выводить его будущее, я могу предложить несколько сценариев, которые я лично вижу. Я вижу первый сценарий, это сценарий построения камерного оркестра, когда вследствие распада немалых фрагментов традиционных, модерных системы образования, мы получаем целые поколения и целые, в том числе и в науке, группы людей, которые принципиально не способны освоить фундаментальные моменты марксизма, такие как диалектику, такие как немецкую классическую философию, такие как шотландскую политэкономию, такие как антропологические основы и так далее и тому подобное. И в связи с этого марксизм будет вынужден законсервироваться и превратиться в... А, благодарю, Антит, я увидел. Хорошо. Я понял, какую работу имеете в виду. Так вот, в связи с этим мы можем попасть в ситуацию консервации и построения камерного оркестра. Этот камерный оркестр плох, потому что, как известно, любым, любое развитие системы предполагает создание сначала количественных предпосылок для этой системы. Множество есть не что иное, как исходная предпосылка для возникновения сложности. Из камерного оркестра ничего вырасти не сможет. Камерный оркестр это хороший способ сохранения, хороший способ трансфера в будущее, но не развитие. Второй вариант будущего марксизма это его полное размытие и утрата им второй сценарий, да, и утрата им марксизской идентичности, если хотите. В многих западных странах это отчасти уже произошло. Я вам показал на конкретных примерах и на конкретных именах, как это происходило. Вы сами можете подставить выведенные мной переменные в конкретные теории и сами это увидеть. Так вот, марксизская идентичность размывается приставками пост, нео, крипто и так далее, и тому подобное. К марксизму все чаще и чаще приравнивается тривиальный либерализм, иногда даже в неолиберальном изводе, анархизм, индивидуализм разнообразный, даже либертарианство, я видел, и такое приравнивается к марксизму. Короче говоря, здесь, в этом сценарии, марксизм как таковой, как системная, сложная теория, которая представляет собой нерасторжимую целостность, он исчезает. Наконец, третье будущее марксизма, это превращение марксизма в непосредственный социальный инструмент, который совершенно в известной логике сможет овладеть массами. Каким образом это осуществить, каким образом это может быть осуществлено даже, я не могу сейчас даже представить, учитывая, что сложность марксизма ему имплицетна, учитывая, что любая вульгаризация марксизма неизбежно приводит к соответствующим деформациям в социальной практике марксизма, и мы с вами это неоднократно видели в истории, каким образом вульгаризация марксизма приводит к деформациям в практике имплементации марксизма в политику или экономику. Так вот, эта задача, конечно, нереальной сложности абсолютно. Я не знаю, с какой стороны даже поступиться к ней. И, вероятно, это к лучшему, что именно я этого не знаю. Будем надеяться, что кто-то сможет придумать, во всяком случае, любая технологизация сложной концепции это всегда позитив для человечества. Вот, собственно, три сценария, которые я могу выделить. Благодарю, очень интересно. Убедительных сценариев я вам не найду. Вопрос от Каталины. Что делать с неймингом морских свинок? Какой ребрендинг им предстоит и предстоит ли? Каталина Юрьевна, прошу прощения, я не очень понял этого вопроса. Я серьезно. Как человек, который является полным профаном в разнообразных пиар-массовых коммуникациях, рекламах и прочих маркетингах, я не очень понял, каким образом в этом вопросе увязываются слова друг с другом. Что делать с неймингом? Если вы можете, то уточните. Я пытаюсь объяснить в той мере, в которой я понял. Предстоит ли им ребрендинг, а зачем? Ну, то есть, эти самые морские свинки марксизма, если вы о них, собственно говоря, то эти самые морские свинки марксизма и так неплохо устроились. Немалая часть из них оккупировала, в том числе, и западные университеты. Немалая часть из них делает себе имя, при этом еще и купаясь в лучах протестных или же славы гуру и глашатая социальных перемен и общественных настроений. Зачем им ребрендинг? Они, естественно, не будут к нему стремиться и им ребрендиться не надо. Им, может быть, необходимо будет изредка освежать этот бренд, так как это делают многие современные компании, которые его, они сами это называют, модернизируют этот бренд. Где-то уголки будут более скругленными, где-то придет новая прошивка на новый телефон и не более того, в сущности ничего не меняется. Поэтому я не ожидал бы никакого ребрендинга, если я правильно понял ваш вопрос, конечно, если нет, то, пожалуйста, уточните его. Вопрос от Руслана, видимо, тоже Александровича. Можно ли считать посткапиталистический юмор Жижика проявлением классовой борьбы? Почему решу, что у Александровича? Потому что дальнейший посыл тоже от него. Тогда это, скорее всего, Александрович. Так вот, да, Руслан Александрович, можно считать посткапиталистический юмор Жижика проявлением классовой борьбы. Я даже знаю, на стороне какого класса осуществляется эта борьба. Это вот тот самый симуляк протестности, о котором я только что вам говорил. Сугубо с моей точки зрения, да, но эта точка зрения имеет достаточно много предпосылок, в том числе и в изучении самого Жижика, и в текстах о Жижике, и в исследовании его публичного поведения. Я могу сказать, что юмор Жижика, который, заметьте, тоже модифицируется, его собирают в отдельные сборники, его продают отдельными книгами. Этот юмор Жижика выполняет вот ту самую функцию продажи протеста. Если Че Гевара не виновен в том, что его образ нанесли на хорошо продающиеся футболки, то Жижик в этом процессе поучаствовал самым непосредственным образом. Поэтому это, безусловно, проявление классовой борьбы. Безусловно. Поскольку одним из инструментов борьбы является не только уничтожение другого или победа над ним, но и ослабление его. Например, ослабление его стремления бороться, создание у него иллюзии того, что он хорошо устроился, или что он и так победил, или что у него достаточно средств, чтобы быть свободным. Как известно, нет более председательного рабства, чем рабство того, кто выслит себя свободным. Так вот, Жижик в этом смысле выполняет очень социально важную функцию, точно так же, как ее выполняют многие современные неолиберальные вариации антирасизма, вариации эмансипаторского движения, вариации феминизма и прочее, прочее. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос, Александр Александрович. А что дойти в степени в горы, в горах намного удобнее. Вы, может быть, не знаете специфики герильи, но проведите просто горы намного более комфортное место для подобных намерений. Еще вопросы, коллеги? Может быть, устно кто-то хочет задать, кто-то не хочет, чтобы вопрос был зафиксирован в чате? Ну что ж, мы добросовестно прообщались с вами 1 час и 35 минут. Не могу сказать, что я сейчас доволен своим рассказом. Мне он показался очень сбивчивым и недостаточно выстроенным. Что поделать, я больше накапливал предыдущие сутки материал, чем строил собственно доклад. Доклад я уже выстроил по этому материалу буквально здесь и сейчас. Но я надеюсь, что что-то из него для себя лично вы извлекли, коллеги. вопросов за эту интерлюдию не появилось, поэтому интерлюдию превращается в коды. Спасибо за ваше внимание, коллеги. Я передаю слово Каталине Юрьевне. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Да, это было интересно и действительно, я думаю, каждый из участников что-то подчеркнул для себя нового. И я думаю, что если возникнут еще какие-то вопросы, то есть возможность связаться с Александром Сергеевичем и задать их. Вас также благодарят в чате. Вот. Спасибо вам, спасибо всем слушателям. И я тоже с вами прощаюсь. Александр Сергеевич, вас еще благодарят в чате, поэтому ловите эту благодарность. И всем напоминаю, что завтра в три часа дня, чуть раньше, состоится еще одна лекция в формате 15 на 4. Всю подробную информацию вы можете, сможете и можете уже увидеть на страничке нашей в Инстаграме, на социо и в Телеграме. Всем огромное спасибо еще раз и хорошего вечера. До свидания. Спасибо.